здравствуйте дорогие друзья подписчики подписчицы и случайные зрители в этом видео мы поговорим о дождевых червях как ими кормить аквариумных рыб и как их подготовить для того чтобы можно было кормить аквариумных рыб начнем неважно купили вы дождевых червей или накопали все равно им нужна обработка для этого всех червей нужно писать в отдельную емкость отдельная емкостью в нашем случае будет стаканчик вот этот вот и не хочет идти мы все равно его пересадим так Субтитры сделал DimaTorzok И первое, что нам нужно, хорошенечко его промыть Добавил субтитры Субтитры сделал DimaTorzok Делаем подмены воды и замешиваем червячков до тех пор, пока вода не будет полностью чистой Субтитры сделал DimaTorzok Теперь нам необходимо взять заварку, абсолютно любую, и заварить ее Именно в этой заварке заваренная потом будут находиться наши червячки несколько дней для того, чтобы очистились их желудки от грязи и заполнились безвредным чаем Итак, наша заварка уже остыла Получилось ее вот столько, в принципе, достаточно на этих червячков И это следующий этап у нас получается подготовки червей к употреблению нашими рыбками Теперь нужно немножко растолочь И теперь червячки будут жить в этой безвредной заварке Жить они так будут несколько дней Эти несколько дней позволят червячкам освободиться от грязи, от мусора и наполниться заваркой А мы все это время будем ждать и следить за ними Дорогие друзья, прошло несколько дней И теперь наши червячки полностью готовы к употреблению рыбками Давайте попробуем дать им и целого червяка, и измельченного, как я обычно это делаю для некрупной рыбы Пойдемте смотреть Обязательно подпишитесь на наш канал Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на наш канал Подписывайтесь на наш канал Подписывайтесь на наш канал Дождевая червяка Дождевая червяка для простого человека всегда одинаково выглядит Однако в России насчитывается около 50 видов дождевых червей Часто, когда мы говорим о дождевых червях, возникает вопрос, почему он называется дождевым Ведь они обитают в земле, при этом она обязательно должна быть богата перегноем или другими органическими остатками Но по неизвестной причине во время дождя они вылазят на поверхность земли, более того они ползают по асфальту и становятся жертвами не только птиц, но и людей Мы их случайно давим ногами и колесами автомобилей И именно поэтому их называют дождевыми Ну и раз у нас обзор про этих червей, давайте скажем пару слов о размножении этих удивительных существ И начнем с того, что они гермафродиты При этом они откладывают коконы В каждом коконе развивается не один червячок, а сразу более десятка Дождевой червь является вкусняшкой для многих рыб, ракообразных и рептилий Но лучше всего дождевой червячок подойдет для крупной рыбы Я специально дал целого червяка, чтобы вы видели, как тяжело с ним справиться не крупному, но хищному астронотусу Если в аквариуме много хищных рыб, тут можно подразнить Посмотреть, как они будут за этого червяка бороться и отнимать друг у друга этого червячка Как видели сами, наших червячков очень хорошо поедали наши рыбки Единственное, что хочется сказать, никогда не давайте больше, чем нужно Вообще, дождевыми червями лучше кормить как можно реже, потому что рыбки очень быстро к ним привыкают Мало того, что они привыкают к ним очень быстро, они начинают отказываться от другой пищи То есть начинают наглеть Пища достаточно калорийная и рыба очень быстро набирает вес Поэтому давайте червячков в качестве поощрения давайте иногда, может быть раз в неделю А хранить червячков вы можете в холодильнике Запакуйте баночку, в которой они у вас находятся, аккуратненько И положите в холодильник, так они проживут долго и вам хватит, соответственно, их тоже надолго На этом видео подошло к концу, всего вам доброго, до новых встреч Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте палец вверх А я на этом с вами прощаюсь, до свидания Субтитры сделал DimaTorzok